Всем привет! Началась вторая партия матча Владислава и Никиты. Так, ну что, B3. Теперь Владислав играет в шахматы. С первых ходов. Да. И что это после E5, что это за дебют теперь, как его назвать? Никита, по-моему, будет ставить D6, G6, K7, может быть? Треугольник Никиты Петрова. Да. Ну а что будут делать белые, непонятно? Ну, слона, наверное, уже заведет с F1, чтобы играть. Может, сожди D4. На C4 поставил бы слона или кероносы. Ну, C4, конь A5 какой-то, не знаю. Или A6, B5. По-моему, там на C4 он спонит. И конь A5, слон идет на E2. Ну вот, слона, по крайней мере, на досаду раздрел. Видимо, может быть, действительно, C3, D4 хочет провести. А может быть, хочет сбить на C6. Ну, это странно смотрится. Да, в испанской партии играется вариант с конь J7. Есть такой тоже. Ну, это не испанская. Ну, я просто пытаюсь понять, какого дебюта ты ближе. Да. В общем, ушли с теории, ребята, уже на втором ходу. Ну, на D4 белый летят. Кстати, слабая пешка будет на D6, если там все же менять. Ну, менять-то не будет никто, наверное. Плюс еще раз. Бо. D5 нам не грозит. Так, ну вот, если просто черные 2 0 сделают, то как играть? Нет, решил все-таки подчеркнуть. Дешил разменялся. Да, он просто второй раз меняется. Никита пошел в атаку. Решил использовать связку, потому что словно B2 висит. А теперь нельзя ходить D5, а будет слон быть B2. Да, похоже, 5. Поэтому... Острая игра. Поэтому висит на D4, на F3. А мы это защищать. Сейчас вот можно на D4 взять, просто нет? Да, пешка можно взять. Можно рокировку сделать, а потом взять. А, ну, Владислав, наверное, на H3 хочет пойти. Постогнать слона. То есть, если бить, то они в 3 пешка отыгрываются. А если не отходить, то тоже. Да, очень быстро соображаешь шахматисты. Надо все-таки, наверное, черным закончить развитие, сделать трекировку, вот, и дальше еще смотреть. Ну, а H3, видимо. Да, тоже, конечно, что смотрится. Значит, может быть, где-то... Где-то конь D4 можно. А, вот, как раз... Сразу же, да. Да, да, да. Я как раз хотел сказать. А если сон D4, то что? Вот, не знаю. Что это там? Слон F3, наверное. Слон F3, да. Ну, там все будет разменено. Если с... Как конь F3... А, ну, слон остается на G7, да? Мощный слон. И ферз B6 в каком-то, в каком-то моменте. Да, там проблемы на белых. То есть, там нельзя ходить конь D4 из-за того, что будет ферз B6, висеть конь, висеть слон. Ну, да. Да, да, да. Здорово. Да, здорово, Никит играет. Это для слова проблема. Теперь надо ладью, наверное, на C1 ставить, чтобы не висела она после входа пешки. Не, я бы не сказал, что у Никиты так все понятно, потому что пешка на D4, она все-таки заверенная, и ее думать держать тяжело. Смотри, сейчас просто ладьян C1, ферз B6 и D5. C1, ферз B6, D5. Ну, да, если удастся сделать ее проходную, то да, да. Да, можно даже на ED не бить конем, а поставить коня на F5. И просто... Ну, ED не хочется. Может быть, E5 там есть ход какой-то, чтобы с двойной пешкой оставить. Да, 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 E5. Ну, E5, конь F5. G4, не знаю, может, это совсем... Ну, да. Ну, одесса здесь все-таки пошел Ванислав. Так, ну вот как Никита сыграет? Может быть, даже F5? Нет, я на месте Никита ферз B6 пошел. Томповый ход, защищающий пешку, а потом ладью на C8 можно поставить. Ну, в принципе, на нее нужно напасть еще. Несколько раз. Думаю, значит, что-то другое имеет в виду. Может, сразу до 5. А, нет, сколько, 6-6. Я очень не понимаю, зачем. Мне тоже. Ну, на это вопрос отошел. Ну, да. Мне кажется, словно B5 он скорее был в пользу черных, потому что он не сел. Да, он не сел. А, конь C6, все, я понял. Сначала он прошел. Следующий ход теперь. Наверное, конь C6 все-таки будет. Да, совершенно верно. Чтобы защитить пешку. Да, и просто по линии E даже игрались. И конь E5 все. Только вот я не понимаю, почему Никита так одном. Если это была его идея. Порядок ходов не очень понятен, почему сразу же ФСБ6. Ну, спокойная позиция. Артем, по-моему, такие позиции любит. Ну, на ФСБ6, мне кажется, слон мог и на С4 отойти. А после А6 можно его еще и B5 прогнать. Так что, я думаю, именно поэтому. Такой порядок ходов. Возможно. Я такие позиции как раз не очень люблю. Особенно приятно играть за белых. В спешке там. И поле C3 какое-то. Вот сейчас я уже чувствую. Никита хочет пойти владею на C3 куда-то влезть. Ну, да, сейчас владею на C3, почему нет? Будет очень неприятно. Нет, зачем вообще. Может, на А7 хочет какую-то контр-группу? То есть, если есть на C8 и пойти слон в C4 все-таки? Ну... Конь G5? О, ферзь даже 4, конь G5. То есть, какие-то такие в одной инновативы. Ну, нет, нет. Какой это C4? Ну, конь на А7 висит где-то. То есть, там, напасть на него. Ну, конь C6, конь G5, а6. Ушли. Ну, я... Ну, сразу же. После слона C4, скажем, включили где-то. И уже это выглядит не так смешно. Ну, не знаю. Вряд ли, конечно. Здесь можно, по-моему, не та позиция, где можно подкрутить. Смотри, два хода всего, по-моему, нужны в делах. То есть, Солнце-4 и конь G5. В принципе. Один ход, получается, не хватит. Вот, знаю там все. Да, он черный тоже будет ходить. Ну, давай подумаем, как они будут ходить. Ну, во-первых, можно... А, ну... Вот, лазиться 3 все-таки. Ну, Солнце-4, я же ожидаю. Теперь конь G5 уже грозит просто. Да, так. А, что там... А, это D5 перекрытие хочет сделать. Наверное. А там еще ладян С1. Не, ладян С1 не висит. Фежный, F4 защищает. Опять подкручивается позиция. Да. Все-таки конь G5 исполнено. Я угадываю ходы, Блутислава. Теперь... Теперь, если словно идет G7, будет какой Фердерс-4, все. Ну, да. А после H6 еще и на G6 будет подписать. Но теперь нет, видимо. После конь D5 очень тяжело забил ход найти. Вообще, Фердерс-4, конечно. Ну, а конь E4, ой, а конь E4, Фердерс-4, конь E4. Есть вариант? Фердерс-4, Аш-6, конь E4. Или там конь F6 придется ходить на фердерс-4? Лучше. Что это, что это? Что это? Слон F7 промежуток на конь F4? Ну, это как-то, не знаю, по-детски. Ну, не по-детски, вот я так. Не, ну, сейчас бьется. Фердерс-4. А зачем было ее есть? Там же конь E4 был бы, была люк. В смысле? Я вообще не понял. А, это идея, наверное, на F7 все-таки хочется есть. Конь E6. На F6, на F7, на F7, там, что начинает висеть. О, и так все просто. То есть, если конь E6, то F7? Нет, тогда конь подвисать на G5. А, ну. C2. Ну и что это? А если F5, то просто. Слон B2 будет? Да. Практично. А ладят C1? Сейчас. Ну да. Ладят C1, где не надо. Конь куда-то... Нет. Нет, на ладят C1. Так, слона H6 не пойдет. Слон H6, да, может быть. Есть ход слона H6, и потом где-нибудь съесть и как-то B4, как-то, что-то. Как-то B4 сразу же. А на F7 не страшно? Конь F7? Конь F7 как-то страшно вылезет, нет? Страшно вылезет. Опять не счет, что ли? Да где? Я не вижу, нет. Еще играют. Нет, нет, просто если бы конь F7, там какой-то вещь. А на конь F7 может быть 5 боза, думаю. Или нет? Так. Все-таки зевнул в юг. Допустил. Может, там все просчитано. Может, мы чем-то не видимся сейчас. Какой-нибудь F3, D5, F3, D2. F3, D5, F3, D2, кстати. А там F3, D3. А еще... Ну да. Бешеная игра. Просто бешеная. Я даже ничего посчитать не успеваю. Да, да. F5, но меняться, наверное, не стоит. Или там A3 какой-то. А там, там Солна H6 будет грозить. То есть там после размена всего будет грозить Солна H6. И как-то спасать эту ладью непонятно. Пьем на F3. Стоп. Все же поровну. Ну вот Солна H6 сейчас. Очень неприятно. Стоило на G6-то бить? А если Коня не отдавать? А, там Король G7 какой-то был. Вилка. А-а-а. Не, непонятно. Нет. По-моему, можно было просто не ходить никак. А-а-а. Или... В смысле, там Солна H8? Больше 6, мне кажется, ошибка. Можно было просто забрать на Ферзя и чего. Ну, мы посмотрим после партии. Там все равно Солна H6 был вход. То есть, как бы Солна H8 и защита от Солна H6 там, наверное, не было. Потому что на А3 там все равно Солна H6. Ну, мы разберем этот момент. И для зрителей тоже. Мало времени у Владислава сейчас цветнота, а белые пытаются спастись. На самом деле, получилось три пешки против фигуры. Не все понятно еще. Король это защищатель. Ну, угол цвета Солна, кстати. Да, и у Черных определенное преимущество огромное. Да не, оно выигранное. Интересно, нам повезет увидеть технику мотования словно бы конем? Нет, не повезет. Здесь легко выигрывать. Слишком много пешек. И Солн заблокировал чернопольный, разноцветный Солна. Хоть одну разменять и на другое дать Солна? Не, может быть, вот разве что здесь поставят манши с Детом Никита. Да все, король Белых отрезан. Король идет, съедает пешки. Ну, так. Солн Д5А4? А4 в следующий хвост. Пойдет король Метелых, мне кажется. Просто съест. Да. Нет, тогда на взятие на 2 будет Б4. И что? Отойдет и все. А, и тогда мы сможем увидеть технику. Не, не сможем там. Для меня это единственное интернеринге. Ну, а как по-другому еще спасаться-то? Ну, спасаться можно так, но, Солн просто не сможем, с сожалению, сесть в эту пешку. Там конь Б3 или какие-то все. Ну, Коваль побежал к своим пешкам сейчас. Не добежит. Ой, все, перекрыл. Никита не хочет показывать технику, Соли. Видимо, не умеет. Видимо, не умеет, да. Ну, все. Трусливый ход конь Б3, но первый с Д8. Давайте вернемся к тому моменту, который у нас вызвал наибольшее число вопросов. Вот, конь Ж6. Конь Ж6 перволиния. Да что ж такое? Там просто Солна 8 и на А3 Солна 6. Да, да, да. Я про это говорил. Да, и пешка проходит. Какой вариант еще раз? А, и пешка на Б3 стоит. Нельзя с Ном Б3 пойти. Скажи, какой вариант я веду? Ну, 2GF. 27-й ход. Да, да. Ну, вот. Слон Ф8. И грозит Солна 6. Да, если бить ЖФ, то просто Слон Ф8. Ну, да. Если на ЖФ ходить Солна 6, тогда ладят С2, конь С2 и все, пора. Оказалось в какой-то момент, что у Никиты уже как-то подозрительно, да, Ферзи в 5 ход очень сильный. Если вернуться в этот момент. Ну, мне так показалось. Вообще в Коне в 7 я бы шах дал вместо Солны в 7. Вот Ферзи в 5 очень сильный ход. Я не знаю, я по движку не смотрю, там Петя поправит. А Коне в 7 здесь, да? Да, вот на Коне в 7 что там было, Петя? На Коне в 7? Да, на 5 мы думали, что есть какие-то угрозы. Ну, хотя бы угрозы вечного шаха хотя бы. Ну, сейчас, Коне в 7, Ферзи в 7 какой-то показывает. Ферзи в 7? О, а Коне в 7, Ферзи в 7? Угу. И у Черных выиграл. Какой-то связан с НК? Король Аш в 8, Коне в 7. Наверное, на Ферзи в 10 давать? На Ферзи в 7. Просто забираем на Ферзи в какой-то момент и потом Слон Б2 или Слон А6. Слон Б2. Ну да, идея та же, что это партия. Пусть будет так. Да, ну вот это С2, пешка, по-моему, неочевидная идея. Спасибо за внимание. Были две интереснейшие партии. Да, спасибо. До свидания.